Двигаемся дальше, друзья. Первое поздравляльное слово, скажем так, торгово-поздравляльное слово, поскольку будет и то, и то, предоставляется трейдеру Валерию Мартынову в город Ульяновск. Валерий, доброе утро. Какое у вас начало дня? Сейчас мы у него узнаем, потому что я сейчас ему дам слово. Валерий, доброе утро. Доброе утро. Слышно меня? Слышно хорошо. Отлично. Сейчас будет видно. Да, давайте. О, Боже! Доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Так как Игорь Николаевич предоставил мне первому выступить и поздравить вас, я, так сказать, как аналитик предвидел это и поэтому подготовился буквально за несколько секунд. И поздравляю вас с наступающим Новым Годом, новым возможностями, новым счастьем, новым прочтем и всего самого хорошего. Прответание к нам встреч, знакомства, больше друзей, коллег-единомышленников, трейдеров, не пиратов. Ну, тебе вели. Я думаю, что мы счастимся в следующем году. Спасибо, Валерий, спасибо. Доброе утро. 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 Что касается следующего инструмента, это доллар-рубль. Если посмотреть, первых три инструмента нефть, доллар, рубль и индекс РТС, они продолжили на прошлой торговой сессии одновременно расти. И такое движение, я считаю, что может в любой момент прекратиться, то есть какой-то один из инструментов может сегодня отвесно падать или наоборот отвесно безоткатно расти. Поэтому, естественно, что очень внимательно быть, ну уровни, которые я вот, например, просматривать буду, но тем не менее торговать я не буду. 61 500, вот как видите на графике, то есть этот уровень, возможно, будет выступать как уровень поддержки, потому что цена пришла к нему, отстоялась, и тем не менее, вот шпилька от 30-го числа, видите, какая шпилька открытия, и то есть набор объема и дальнейшего сходящей движения. То есть какой-то откат после такого стремительного нисходящего снижения будет, так скажем, предновогоднего ралли. То есть будет откат. И поэтому 61 500, может быть, до 62 даже последует выстрел. Ну, укрепление, конечно, тенденция сохраняется, 60-минутный график, видите, что тенденция сохраняется и будет дальше двигаться вниз. То есть укрепляться рубль, скорее всего, и в следующем торговом году, в начале года. Следующий инструмент – индекс РТС, он также безоткратно практически пошел в рост, и 14 тысяч не дал возможность зайти по этому инструменту в лонг. Думаю, что после небольшой коррекции пойдет и дальше в северном направлении, потому что все предпосылки для этого есть. И если, глядя на 60-минутный график, цель следующая – это у нас 17 тысяч. Возможно, фактор пятницы будет не на снижение, то есть ниже 14 тысяч или к 14 тысячам подойдет, а наоборот именно безоткратное восходящее движение до 17 тысяч. Если посмотреть это же самое движение от 14 до 17 тысяч, какое было 13 и 14 декабря, вот видите, безоткратное восходящее, безоткратное нисходящее. И здесь также можно предположить, что это самое движение также будет безоткратное. То есть этот уровень никто не защищает, и поэтому вплоть до 17 тысяч могут, так скажем, с гармошкой пробежать быки это расстояние. Но вот 17 тысяч уже будет переломный момент. Думаю, что сегодня фактор, так скажем, пятницы сыграет роль на рост. Это мы рассматриваем 60-минутный график РТС, а сейчас посмотрим дневной график. Дневной график показывает также восходящее движение, если помните, я треугольничек делал, то есть до 17,5 на ширину треугольника движения. Поэтому тенденция сохраняется на рост, и здесь, естественно, рассматривать рост. Но опять же, для роста надо переписать именно вот эту большую недвижую свечу. Если она не будет переписана, она может выступить как уровнем сопротивления, то есть может быть удар здесь произойти и сильный откат. Последний торговый день. Следующий инструмент, который посмотрим, это Газпром Фьючерс. Газпром Фьючерс базовый актив я не рассматриваю, я сегодня его буду смотреть, так как сегодня я чисто на рынке буду, на рынке акций работать. Поэтому срочный рынок так одним глазком буду рассматривать. 15,600, как видите, уровень все-таки цена преодолела. Попытки были, значит, отскочить. Вот видите, вечерняя сессия дала понять, что 15,600 выступает как уровень поддержки. И видите, все стопы собрала и пошла дальше вверх цена. Что же здесь ожидать? Давайте посмотрим на 60-минутный график, что же тут здесь ожидать. А ожидать надо 15,950. Именно 950, почему? Потому что этот уровень уже выступал как уровень сопротивления. То есть первая остановка может быть здесь. Опять же, я бы хотел напомнить о аномально больших свечах. То есть большая аномаль, большая свеча медвежья перекрывается бычей. И потом несколько еще свечей медвежьих перекрывается бычьими свечами. То есть теперь остается у нас вот эта медвежья свеча. Ее нужно нейтрализовать. И как раз это у нас будет остановка 15,950. Возможно, сегодня также первая половина дня будет за быками. Да и вторая половина дня не исключаю, что дальнейшее бычье направление движения будет в этом инструменте. Поэтому надо вот именно рассматривать 15,650 как уровень именно поддержки для дальнейшего восходящего движения. Ну, первый час, как обычно, разводящего. Не только на срочном рынке, но и на рынке акций бывает. Поэтому лучше посмотреть, как будет себя цена вести. Последний торговый день, предпоследний торговый день, 29 число, по Сбербанку, что у нас получилось? Получилось, значит, тест уровень 17,550 и закрепление выше него. Также вот с утра идет дальше движение в направлении севера. То есть я думаю, что 15,550 выступит как поддержка. Можно будет присматриваться к покупкам от этого уровня. Но опять же, первая половина дня, вторая половина дня, возможно, все. Поэтому здесь лучше с короткими стопами работать. Остановка на 18 тысяч ровно. 18 тысяч ровно, это верхняя граница бокового канала, как видите. То есть цена опять вернулась в этот боковой канал и торгуется в этом канале, то есть в диапазоне. Но так как цена в последнее время, видите, 27 числа, 26 числа попытки были, значит, отскочить, но она так и не дошла до верхней границы канала. Возможно, сегодня попытка эта будет осуществлена и 18 тысяч будет протестирован уровень. Поэтому здесь надо смотреть. Ну, а общая тенденция, как видите, общая тенденция сохраняется, конечно, на рост. И Сбербанк, если помните, прошлый фьючерс, он несколько дней, даже несколько недель и месяцев может стоять в узком боковом диапазоне, а потом безоткатно восходящее движение. Что, собственно, и здесь. Начало декабря, также, вот видите, боковое движение идет, возможно, так же быстро в направлении севера, может быть, по этому инструменту. Основные фьючерсы мы затронули и, естественно, лукойл я записал здесь. И сейчас посмотрим лукойл, 60-минутный график, ну, часовой так же затронем. Итак, 60-минутный график, что же у нас здесь показывает? Ровно уровень 34 тысячи. То есть удар произошел в этот уровень 34. Как видите, этот удар был не случайным. Видите, он выступал уровень 34 тысячи, как уровень сопротивления. А теперь он выступает как уровень поддержки. Раз, два, три. То есть следующее движение, возможно, хватит силы и энергии закрепиться выше 35, то дальше продолжится рост. Но фактор пятницы, фактор последнего торгового дня может сыграть злую шутку. Не только в этом инструменте, но во многих других инструментах. Поэтому здесь опасаться надо именно снижения. Поэтому сильное, конечно, движение было. Я, собственно, не ожидал. Я думаю, что проторгуется мир на уровень 34. Но практически все снижение 28-го числа цена уже вернула. Но еще до 35, больше 150 пунктов, поэтому также не надо со счетов сбрасывать. То есть этот уровень уже очень сильный является. Может еще дойти до этого уровня инструмента и отскочить. И тот же может опять или шпильку бросить, или ложный пробой изобразить. Но тем не менее. Ну, на, как сказать, на растущей нефти. Я бы не сказал, что растущая нефть сейчас, потому что мы ее смотрели. Она находится, так скажем, в боковике несколько дней. Это чисто внутренняя новость по Лукоину. Поэтому она так быстро и отыгралась. Ну, может отыграться, а может и дальше пойти снижение. То есть пока можно рассматривать именно лонги. Ну, у меня, собственно, по основным инструментам все. Если есть какие-то вопросы, коллеги, то пишите. Постараюсь ответить. А, да, я еще хотел дневной посмотреть, график показать. Давайте дневной график посмотрим. То есть дневной график показывает вот это вот движение из двух свечей. То есть между уровнями 35 и 34. Здесь никакой, значит, разворотной свечи нет. То есть никаких таких характерных разворотных моделей здесь нет. Только продолжение тенденции. Можно рассматривать две вот эти вот свечи как ложный пробой и дальнейшее восходящее движение. Продолжение дальнейшего восходящего движения. Ну, дальнейшее восходящее движение будет ясно, когда закроется свеча сегодняшнего дня. Пока говорить сложно. Как будут сегодня закрытия? Посмотрим. Ну, собственно, у меня все. Ясненько. Поняли вас. Спасибо большое. Валерий, вы сегодня торговать вообще планируете с одним глазом или только обзор сделаете? Нет, конечно, я буду торговать. Обязательно. Хорошо. Поняли вас. Спасибо огромное за ваше чудесное поздравление, за ваш обзор. Вам хорошего настроения и всего самого наилучшего в наступающем году. Спасибо за внимание, коллеги. С Новым годом еще раз. Встретимся в следующем новом году с праздником, с праздничным настроением, чтобы оно не покидало у нас и следующий торговый год. Всего хорошего. В следующем году встретимся. До свидания. Спасибо. До свидания. hero easier. credit.